Здравствуйте, дорогие друзья! С Вами снова YouTube-канал Тутси Лайфаки, диеты, путешествия и обзоры товаров и продуктов. Сейчас я показываю Вам цены в гипермаркете, который находится на острове Хайнань в торговом центре Ананас, район Дадунхай. Вот это у нас Jet Fruit. Он стоит здесь вот такие вот боковочки 15-13 юаней. Это умножайте на 10, потому что 1 юань 10 рублей. А здесь у нас все. И ананасы. Посмотрите, все цены, которые указаны, 13, 15, 20, 21,90 это уже манго и другие фрукты. Это все умножается на 10. Вот петахая. Белая петахая, красная. Белая, мне кажется, вкуснее. Но ананасы дешевле купить на море, потому что я там даже специально взвешивала. 400-500 грамм там продают по 10 юаней. А вот и готовые кокосики. А вот можно купить соленые такие закусочки. Посмотрите, цены там 8-80 в основном. Это разные арахисы, орешки с приправами. Довольно вкусная вещь. А еще можно купить вот такие мясные нарезки. Вот посмотрите, они идут. Вот эта упаковочка 24-23. Получается это дешевле, чем в кафешке. И ничуть не хуже. Довольно вкусненько. Вот, пожалуйста, за 20 идет такая маленькая курочка, типа цыпленок табака. Сердечки идут по 14-13. То есть 130-140 рублей на наши деньги. Вот ножки можно взять. 20 юаней идут. Ну, 20 юаней это 200 рублей за упаковочку. А вот здесь продаются вот такие вот булочки. Это готовые булочки. Кажется, что они не испеченные. На самом деле, это у них такая технология приготовления. Стоят они по 6-80 за 500 граммов. Вот. Они на самом деле испеченные, только почему-то не румяные. У них так готовят. Ну, вкусненько. Мы покупали такие пирожочки с мясом. Эти даже еще дешевле идут. Вот. 3,50 за 500 грамм. Еще 3,50. То есть различные рулетики. Это все готовые испеченные вещи. Вот эти по 5-20 и так далее. А вот здесь за 10 юаней, то есть за 100 рублей, вам могут приготовить целую упаковку макаронов там с яйцом, с зеленью. Ну, то есть можно взять и полноценно покушать. Вот любые макароны или рис. Довольно вкусно. И недорого. А еще можно взять вот такие мясные. Вот. Типа тефтельки. Вот. Получается 8,70-500 грамм. Разные булочки и так далее. А вот и более привычные нам пирожочки. Смотрите. Вот такая упаковочка стоит 11,80 юаней. То есть 118 рублей получается. Вот это уже румяненькие пирожочки, к которым мы привыкли. А вот идут всякие рыбные продукты, но они довольно дорогие. Вот, пожалуйста, 118 юаней за 500 грамм. Это получается больше 1000, почти 1200. А вот сушеные мидии различные. Сушеные мидии по 78 юаней. То есть 780 за 500 грамм. Тут не на килограммы, тут на граммы. То есть вот это. Это вообще какие-то рачки, которыми, похоже, у нас кормят рыбок аквариумных. А здесь, видимо, едят. Вот 22,70 за 500 грамм. А вот нойна. Это такой очень-очень вкусный фрукт внутри. Он такой снаружи шишковатый. Стоит здесь почти 19 юаней за 500 грамм. А в Индии он стоил вообще за килограмм 150, когда мы там были. А сливы, самая обычная, яблочная, идет по 8,58. Умножаем все на 10. Ну и вот тут все лежат фрукты. Очень много людей здесь ходит. Здесь так шумно. Вот это тоже интересный фрукт 21,88. Что-то такое мы еще не пробовали. Кто знает, напишите в комментариях. Похоже на болгарский перец, но вряд ли он столько бы стоил. А это почем? Посмотрите, какие колбаски красивые. 18,88, получается 188 рублей за 500 грамм. Это 500 грамм стоит. Но это жирные колбаски, видимо, свиные. Выглядят очень аппетитно, потому что в Китае едят свинину. Это не мусульманская страна, в основном буддистская. А эти вообще дорогие какие-то 39 рублей. Это утка. А, утка же у них ценится больше, чем, наверное, свинина. А вот курочки. Вот, смотрите, даже лапки продаются по 15,80 за полкило. Они здесь, видимо, ценятся. Всё разобрали, от и до, всё идёт в плот. А это какие-то тевтельки интересные. А вон даже крабовые палочки. Ну, почему-то от цены нет. Интересно, почему у них крабовые палочки. Очень интересно. А вот те самые бататы знаменитые, которые называются сладкий картофель. Он стоит юань 68. То есть на наши деньги 16 рублей или 17. А у нас в гипермаркете в Магните, я тоже видела батат, но там стоит прилично. По-моему, больше 100 рублей за килограмм. Вот, посмотрите, а яйца стоят дороже, чем у нас. Вот, 10,80 за десяток. То есть получается 108 рублей за один десяток. А у нас они стоят всё-таки 50, иногда 45, иногда 60. Ну, то есть цена на яйца у нас ниже. Но у них средняя зарплата, нам сказали, 5-6 тысяч юаней. То есть на наши деньги 50-60 тысяч рублей. Но им не хватает. А вот виноград. Посмотрите, виноград здесь идёт 8,88. Ну, то есть 88 рублей за килограмм. Ну, примерно как у нас в гипермаркетах нормально. А этот вообще 5,98. Интересно. А вот яблоки 5,98. Ну, то есть почти 6 юаней или 60 рублей на наши деньги. То есть стоят так же, как и у нас примерно. А вот какие-то интересные жёлтые яблоки, даже немножко коричневатые. Вот они, по-моему, идут уже почти 8 юаней. А вот это, я понимаю, это различные дошираки. Вот, идут по 5 юаней, ну, то есть 50 рублей. По 5,50, по 4,70. Вот это вот многие наши хвалят. Говорят, что гораздо вкуснее, чем у нас. Многие берут, вот запаривают, прям здесь отдыхающие. И говорят, что очень вкусно. Но мы не брали ещё. Я вообще стараюсь не есть макаронок. Это здесь я, конечно, уже нарушила все свои заповеди по питанию. А эти без тарелочки, просто пакетики. Вообще по 3, по 3,50, по 35 рублей, по 28 рублей на наши деньги. Упаковочки, по сути, доширайки. Тоже многие берут. А вот это идут просто макароны. Посмотрите, разная цена. И по 8 юаней, и по 10 юаней. Ну, большие такие упаковки. Видимо, это лапша быстрого приготовления. Тоже наши многие берут. Берут, везут даже в Россию. Это уже начались колбаски. Различная ветчина. Тоже и за 5 есть, и за 9. То есть вот за 4 есть. Маленькие такие сосисочки. Вот эти вот сосисочки. Да даже вот за рубль 20. То есть 12 рублей одна сосисочка. Берут, едят её. Вот просто даже за 1 юаней, пожалуйста. Взял, съел сосисочку. 10 рублей одна сосисочка. Нормально. А вот целый набор. Это по 20, это по 20, 80. Интересно, что ж туда добавили, что они так лежат без холодильника. Интересно. А здесь уже другие, пожалуйста. Жёлтый ценник, 9,90. Маленькие такие сосисочки. А вот соки идут за 9,90. Сок идёт. Получается, это литр. Чуть больше литра. Ну, тут получается дороже, чем у нас. По 100 рублей. А вот 5-литровая водичка. 10 юаней. То есть 100 рублей платишь, по сути дела, и получаешь 5-литровую чистую воду. А вот жвачки. Тут идут 9,90. 9,50. Ну, то есть по 100 рублей дороже наших. А вот самые разные конфеты. Яркие, красивые. И они, видимо, все по одной цене. Потому что стоят 35,8 юаней за полкило. То есть это получается за килограмм 700 рублей. Потому что тут всё продаётся на 500 грамм. Очень красивые, очень яркие конфетки. Видимо, тут можно набирать разные. А потом это всё взвешивается и продаётся. Вот и тут жемики какие-то. А тут уже отдельная цена. 8,80 за 500 грамм. Вот так. Это, конечно, детям порадует детей. А вот резиновые тапочки идут по 14, по 22, по 8. То есть тоже дороже, чем у нас уходят. Ну и вот он весь наш этот гипермаркет в торговом центре. Ананас. Очень яркий, очень красивый. У меня аж закружилась голова. Ставьте лайк, пишите комментарий под этим видео. Всем, кто это сделает, передаю привет в моих новых роликах по именному. До свидания, удачи всем. С вами был YouTube-канал. Тут все задавайте вопросы, отвечу всем.